Всем привет! Меня зовут Влад, и давайте сейчас сразу по поводу вопросов. Мне больше нравится формат, когда вопросы идут в конце. Но если вдруг кому-то очень будет большое желание задать такой вопрос, у меня просто часто бывают ситуации, когда я сижу, у меня вопрос возник. И вот пока я его не задам, все остальное у меня хаврят, мне абсолютно на это наплевать. Поэтому если вдруг очень сильно надо, то поднимайте руку с удовольствием, попытаюсь сразу на него ответить. С чего я хотел начать? Да, меня зовут Влад, и я очень сильно раден перед вами выступать. Почему? Потому что я этот доклад делаю уже, наверное, в четвертый раз. И до этого все время у меня... Аудитория доклада это были, как правило, начинающие разработчики, либо разработчики среднего уровня. Но сегодня это за все. Я понимаю, что это доносит очень сильные ребята, с которыми, скорее всего, получится провести очень такой интересный, адаптивный диалог. У меня есть такая маленькая гипотеза. Я сейчас хочу ее либо подтвердить, либо опровергнуть. Понимаю, что вы еще все, наверное, спите. Но поднимите, пожалуйста, руки тех, кому приходится работать с новичками. Анбордить их, вентарить, может преподавать на нотких курсах или внешних. О, отлично. Доклад будет интересен не только тем, кто работает с новичками, в принципе, всем, но тем, кто работает с крючками, скорее всего, вы после него сможете какую-то часть работы от себя отложить, и пусть они сами с этим разбираются. Так, об этом чуть позже. Долее я еще раз представлюсь. Меня зовут Влад. И чтобы мы немножко познакомились по другу, потому что Токлад был не очень тяжелый, и такой, чтобы мы немножко расслабились все, расскажу чуть о себе. Дело в том, что у моих родителей была очень хорошая фантазия, поэтому моего отца зовут тоже Влад. И в детстве, знаете, очень интересный вопрос к маленьким детям. А как зовут папу? У меня плохо получалось выговорить ОПЛ, и я всегда говорил АД. А когда спрашивали, как тебя, они говорят, меня зовут Адик. К чему это все? Я, помимо того, что занимаюсь разработкой компании МЧИ, мы там видим хостинги, серверы, продаем сертификаты и прочее. Я еще преподаю на внешних курсах в Академии. И вот все студенты, у меня было уже 4 группы, там все, кто приходят, каждый раз. Мы когда попали теперь на курс, попали в полнейший АД. Я говорю, нет, не АД, а всего лишь АДик. Помимо того, что я преподаю и работаю, я еще в самом ужасном мире прокрастинатор, поэтому сегодняшнюю презентацию она была готова. Но я ее доделывал, как обычно, вчера вечером. Помимо этого, занимаюсь еще в перерывах между прокрастинацией и работой, делаю метапы и конференции в Харькове. Вот, кстати, наш АДик. Харьков фронтов комбинити. Кто там ходил, кстати, там нет? Ох. У нас такой баровный формат. Мы чаще всего собираемся просто в каком-нибудь баре. Два-три докладика. Все бьют, веселятся, выходят на куринку переходить пообщаться. В общем, здесь все прикольно. Если хотите, приходите. И если вдруг у вас есть желание выступить, но вы там боитесь по каким-то личным, пойти сразу на Харьков GS или на Харьков CSS, приходите к нам. У нас все максимально спокойно и лайково. О чем мы сегодня будем говорить? Немножко слайдерики перепутаны. Мы поговорим о какой-то маленькой проблемке, о том, как ее решить. И с помощью чего мы можем как инструмент, который нам дает возможность эту проблему решать. Наконец-то. Что это вам напоминает? Есть какие-то идеи? Да. Это очень похоже на песочные часты, но на самом деле это салонка, а это... Спасибо. Вот это тяжелое слово. Я еще некоторые буквы полководавариваю. И вот вроде как да, они прикольно выглядят, выполняют свою функцию, но пользоваться их совершенно невозможно. Во-первых, у них нет никакого некуда засыпать, то есть засыпать в соль и перец может только через вот эти дырочки, через которые она, собственно, потом выстыпаться должна. Но выглядит круто. Ну вот реально, я бы такие, наверное, дома хотел поставить, но не верю, что я бы им и хотел пользоваться потом, потому что, ну вот, если оно все попадет сюда, ждать, пока оно выстыпится, будет достаточно, наверное, таким длительным процессом. А вот, кстати, прикольный пример. То же самое, тоже для соли, тоже для перца. Выглядит интересно. Я бы тоже такого поставил, но при этом у них тут есть крышечка, которую можно открыть или что-то засыпать. Пользоваться ими удобно, и они полностью выполняют свои функции. И при этом они, как вы взяли, взяли самые обычные вот эти вот слова, для соли, для перца, баночки, и просто их немножко прооткрытили, изменили их внешний вид. Но при этом все функции остались точно такими же. А вот тут немножко поехало все. Это кнопка. Я надеюсь, вы догадались. И к чему я сейчас веду? Потому что мы, как в реальной жизни, сами себе делали какие-то проблемы. То есть была обычная штука для того, чтобы посыпать соли, сыпать перец, но мы умудрились, ребята, из этого сделать какой-то полнейший ад для пользователя. И точно такая же штука вот с кнопкой. Мы... Вроде как есть куча кнопок, точнее, не как куча кнопок. Есть одна кнопка в браузере, которая уже сделана. У нее есть куча внутренних опишек, и с помощью нее можно... Там внутри нее уже прописаны куча состояний. Потому что на нее можно нажать, на нее можно кликнуть, она может быть наведена, может быть в фокусе, в момент нажатия. Прописано то, что там, если она, например, в форме, и на нее нажмем, она сразу же форму эту отправит. Есть радиабатаны, еще более тяжелый пример. Там вообще лучше всего они должны между собой как-то переключать, и тоже иметь все состояния фокуса. Но мы почему-то все время делаем что-то свое. К чему я это хочу подвести? К тому, что... Как современные разработчики положили огромнейший шуруп на то, что является результатом нашей работы. Мы все сами очень сильно любили пилить какие-нибудь сплажки на наших в реакте, в юан, в реале. И счастливо. Нам нравится делать какие-то очень крутые компоненты. Мы запариваемся с тем, чтобы там все было красиво. Были отличный вкусный стиль, отличный джесс, хорошая логика. Нам нравится всем этим заниматься. Еще больше мне кажется, нам нравится заниматься не собственным процессом разработки, а на настройкой эквайрованта нашего. Настроить веб-бак, чтобы оно все там, как-то видел, делось красиво. Да, есть еще такие люди, которым тоже это больше приносит удовольствие, чем сама разработка. Нет? Слава Богу, я один, так как ему больше нравится чисто настраивать. Но мы при этом нифига не смотрим в то, что получают, в то, что они еще не пользуются. У нас там все круто настроено, все классно там внутри работает, но мы не смотрим в то, что приходит в браузер. А, собственно, пользоваться браузером глубоко наплевать на то, какой у нас там компонент. Они пользуются тем, что пришло в браузер. В браузер, например, самый обычный HTML, самый обычный CSS. И мы с этим уже взаимодействуем как пользователи. Но почему-то никто тогда не смотрит. То есть у нас там кнопки могут быть девами, и нам приходится с ними кучу всего описывать. У нас может оказаться куча каких-нибудь дополнительных оберток девов и непонятно зачем, и так далее. И все это ведет к тому, что у нас интерфейс начинает работать уже нет никакой недоступности, ни перфоманс проседает, потому что когда вы там заходите со своего макбук или очень сильного ПК, и у вас там все отлично, но при этом если пользователь зайдет где-нибудь в метро с какого-нибудь, не знаю, хиленького самсунга там 2007 года выпуска, ладно, 2007, наверное, я закрутил, наверное, в 1013, то вот эти вот сетевые дополнительные браузеры можно дополнительно потратить время на их адресовку. Это все занимает какое-то время. Та же самая штука с припроцессорами. Мы все их используем, все очень круто, напилили, там, нестили, зафигачили, какого-нибудь там, что-то, какие-то функции используем, миксины пишем, но при этом никто не зонит на то, что получается в итоге в нашем CSS. А в итоге там получаются здоровенные селекторы, которые, опять же, нужно парсить очень долго, здоровенные селекторы, которые тяжело очень поддерживать. И мы все время думаем, что это будет работать только единожды. Вот точно так же, как с этой вот соломкой. То есть вот один раз такую штуку дома поставить, очень классно, мне кажется. Вот реально, все это будут за конецелем, у тебя песочные часы, на самом деле нет этого, чтобы это соль и перец. Но при этом пользоваться этим там по стоянке или там поставить на какую-нибудь профессиональную кухню, просто нереально, потому что ваш повар там будет дико ненавидеть. и все это ведет к чему, потому что у нас в принципе хромает качество того, что мы с вами делаем. Все наши большинство его продуктов, на которые мы посмотрим, но они хромающие. Я не говорю, что именно вы это делаете или я это делаю, но вот если взять какую-то выбор, пусть он там из ста сайтов или из каких-то предложений, то там будет куча всяких таких моментов. Почему так происходит, как мне кажется? Потому что несколько проблем. Либо это делает новичок, который просто не знает, как сделать по-другому. Либо же никто не ревью, не смотрит, что там получилось. Наш любимый пофигизм. И у нас есть проблемы с коммуникацией с другими участниками процесса. По поводу новичков все понятно. Новичок не знает, не нужно его трогать, ему нужно просто пойти объяснить, подсказать. Потому что он пошел на стэкоберфлоу, нашел первое какое-то решение, все скриппастил, в лучшем случае чуть-чуть разобрался, но в любом случае он понял, как оно работает, но он не знает, как нужно, чтобы оно работало. Это все приводит к тому, что нужно делать постоянно по-другому. Как у новичков, так и у более опытных разработчиков. Потому что если разработчик не ревьюит другой, то у него появляется вот это вот. И так сойдет тот же самый, как по фитнесу нашей. К какому процессу пришли мы у себя в команде? У нас, когда закрепленный каст, он не проходит тех пор, пока не залайкает его хотя бы там еще несколько человек из команды. Причем код-ревью делает абсолютно, можно делать абсолютно любой человек. Не обязательно, то есть я как фронтенчик могу спокойно сделать код-ревью по поводу бэкэнчика. Или даже я, сейчас открою валютную тайну, я не настоящий контент-разработчик, я больше играю поверстки создать классный, доступный, безопасный во всех смыслах этого слова интерфейс. Но при этом я спокойно могу взять и проверить, что сделал бэкэнчик. Почему? Потому что в этом случае бэкэнчик он все равно не может просто взять и накидать что-нибудь на отвали, потому что он знает, что кто-то другой в этот код посмотрит. И вот та же самая ситуация с намешками для новичков это вообще обязательно. И так сойдет все понятно, просто пофиг что он работает, пусть будет. И вторая проблема, которая есть, это для нас почему-то качество нашего продукта оно вообще никак не соотносится ни с потребностями бизнеса, то есть SEO и доступностью. Хотя вот эти вот две метрики очень сильно влияют на то, как будет наш сайт проектов ранжироваться углом и на то, как им будет пользоваться. SEO на то, как пользоваться сайтом не особо влияет, но на доступность очень сильно очень важно чтобы это и вот я не знаю сейчас у меня есть этот слайд я вчера когда сидел вечером меня немножко пробило вот тут есть какой-то очень грустный смайлик мне почему-то призвало, что он грустный потому что как раз таки вот эту вот проблему у нас есть по поводу доступности я думаю что такое доступность объяснять же никому не нужно все в курсе или есть люди которые не знают отлично то есть вот эти вот ситуации я думаю вы все слышали о том, что когда сайт был недоступный люди просто пользователей брали и подавали в суд но это проблема не только в том, что в какой-то момент если мы будем делать недоступный интерфейс и к нам прибежит какой-нибудь злотный пользователь и будет там подавать на наш или на нашего заказчика в суд просто это нормально это нормально когда в городе подъезжают троллейку и люди могут в него захотить в коляску а не пытаться как-нибудь завесить по непонятным ступенькам или ты можешь спокойно заехать в ту же аптеку то же самое с интерфейсами мне кажется сейчас веб-интерфейсы более важны потому что мы через них делаем практически все мы все на интернет все наши функции из жизни практически все функции из нашей жизни возложили на интернет поэтому это по мне достаточно важная штука почему собственно так происходит во-первых это отсутствие фундамента то есть начинающие разработчики часто не имеют какого-то фундамента многие уже такие ребята даже с опытом знаете вечная ситуация закончил какие-нибудь курсы посетил годик на фрилансе попитал чем-нибудь как-то приходишь на работу устраиваешься тебя берут на медлат какую-нибудь веб-студию ты веб-студии один разработчик считаешь себя уже тихли дом на фундаменте у тебя вообще никакого нет вторая проблема это у нас мы не знаем как проверить качество своей работы то есть если там кто-то делает на ввод-ревью тут все понятно пришел какой-то умный человек посовел на то, что ты сделал и может тебе конкретно дать ответ или там сказать вот здесь он плохо а вот тут хорошо объяснить почему-то ну и опять же наш полнейший профитизм и в итоге получается что мы большинство наших приложений пилим по вот этой прекрасной книге что с этим можно сделать ну для новичков это ментор наставник кто-то будет что-то смотреть код-ревью и самопроверка самопроверка как у меня это один из самых важных моментов здесь потому что если у тебя нет ментора или тебе некому сделать код-ревью ты должен сам себя проверить или даже если у тебя есть и вот этот человек вот этот человек в любом случае в техниках скидывает что нужно каким-то образом попытаться себя самому проверить но вопрос то как это сделать каким образом мы можем это добиться и встречайте это маяк он нужен для того чтобы ну вот для чего в принципе маяк не для того чтобы когда корабль плывет он знал что там вот земля туда нужно с ним бороться и вот точно такой же маяк появился у нас в браузере еще несколько лет назад эта штука называется lighthouse я думаю видели да вы себе в хроме такую иконку все видели но кто видел а кто пользовался ага а а а google page speed тоже я думаю все знают google page speed это как-то так быстренько расскажу это штука у нас в общем который google проверяет насколько ваш сайт хорош и понимает насколько давать ему приоритет в ранжировании вашего поисковой выдачи помимо там всяких сел и прочих и вот в 2018 году до 2018 года google page speed работал таким образом он просто делал список рекомендаций из-за выполнения которых он ставил вам какую-то оценочку то есть там минимизировали gs ага плюс 5 минимизировали css еще там плюс 5 сделали там отложенную загрузку изображений тоже хорошо в 2018 году google посидел подумал и полностью переписали эту штуку точнее выкинули старый алгоритм взяли lighthouse и lighthouse работает уже совершенно по-другому что он делает он прогоняет ваш проект ваш сайт по каким-либо метрикам которые вы выберете сами если там будете пользоваться утилиткой либо же прогонять по всем метрикам и уже в зависимости от этих метрик он бежит и смотрит на кучу других сайтов в интернете сравнивает ваши показатели метрика с показателями других сайтов и уже в зависимости от этого ставит оценку для тех кто вдруг не пользовался как в него попасть мы открываем инспектор переходим на вкладочку аудит и тут происходит вся магия мы просто выбираем что мы хотим проверять мы хотим проверять наш перфоманс пва какие-то лучшие практики доступность либо же на seo и просто а потом еще можем выбрать на чем мы хотим это смотреть и нужен ли нам какой-то тротик запускаем аудит он там двигается и выдает вот такие очки это просто наши оценки по всем метрикам уже с зависимостью от каких других сайтов помимо того что он нам пишет вот эти вот цепки в чем его кайф и самая основная в том что он по перфомансу нам все описывает детали где что происходит что сколько занимает времени показывает как описывалась наша страница и вот здесь внизу он еще и нам указывает говорит о том что можно улучшить вот если сейчас видос запустится будет ну ладно не запустится что происходит он если видит какие-то проблемы у нас он нам их закидывает пишет то что мы можем улучшить и описывает проблему например вот здесь это описывает какую-то проблему мы можем нажать на вот эту лучшую кодину у нас откроется какой-то список и там будет маленькое короткое описание того что у нас именно не так пошло и будет ссылочка learn.gold где можно прямо пойти на сайт онлайн и сесть почитать как с этим работать что нужно улучшить для того чтобы пройти этот аудит об этом уже немножко поговорили помимо того что мы можем его запускать прямо в google page speed или из нашего браузера мы можем еще так же поставить в Lighthouse как mpm пакет и просто запускать его из форматной строки примерно так это все делается в чем полезность именно этого подхода в том что смотрите когда всякие метрики серии pvh доступность seo они как бы на них ничего особо не влияет помимо того что как сделан ваш сайт на перформанс может влиять куча разных вещей там загруженность вашего процессора сколько у вас вкладок открыто если вы там параллельно монтируете видео и там еще играете в какой-нибудь WoW то перформанс будет намного хуже поэтому и плюс в браузере на это все тоже за это в браузере на него очень сильно влияет количество расширений у вас запущенных поэтому для получения более точной оценки лучше всего использовать как раз таки консольную утилиту у него есть своя сиалька с которой можно работать и это просто еще раз напоминалочка где где почитать по нему но самый крутой кейс использования как по мне то есть просто запускать аудит в браузере или консольки прописывать в этот лайтхаус ссылку не очень удобно мы хотим чтобы на всем этапе нашей разработки эти аудиты как-то проводились и мы могли сразу же посмотреть что у нас происходит во время разработки что для этого есть для этого есть специальный лайтхаус-бот для едам он просто устанавливается как расширение для сиай и с его помощью мы можем в момент создания полреквеста просто берет и прогоняется этот все аудиты которые мы укажем и выставляются оценки соответственно потом если у нас какой-то аудит не прошел можем просто не давать возможности смержить этот request здесь есть ссылочка на то где максимально удобно прочитать как это все настраивается например но если в двух словах это выглядит вот так нам нужно прописать вот такую команду для того чтобы установить наш lighthouse-бот потом немножечко подправить наш в этом случае Travis дописать вот такую штуковину в Travis email и что здесь будет происходить здесь в первой части мы просто запускаем наш lighthouse а тут мы указываем какие-то ограничения что мы там разрешаем сделать смерж в том случае если перформанс больше чем 95% если меньше то мы разжектим его и говорим разработчику о том что эгип переделывается тут в принципе показывается какие вещи могут быть мы просто через пробел указываем какие метки должны на каком уровне это пример того как оно выглядит то есть мы пытаемся смержить и вот он просто вперед и все прогоняет и внизу нашего интерфейса в данном случае гитхапа указывает какие огниты прочли какие проверялись соответственно проверять перформанс можно через минус минус перв вот эта штука это наша доступность без практики и seo давайте попробуем пробежаться по какой-то практике и посмотреть как это все работает на самом деле первый раз я этот доклад готовил для своих студентов поэтому сайт выбран так что вы можете особо не обращать внимание на сайт нам интересует только эта сторона я прохнул аудиты и мне выкинуло несколько моментов по поводу нового скрипта по поводу того что ему не нравится в перформансе первое на первое что мы делаем мы просто нажимаем все текстовые файлы которые мы можем то есть я думаю никому ничего объяснения не нужно но есть один такой важный момент в том что лайтхаус важно обращать внимание на то что он именно дает рекомендации он не говорит конкретно то что вы обязаны это сделать он дает просто рекомендации и поэтому здесь могут быть кое-какие проблемы он часто говорит о том что не просто там сделали из своего html одну строку он еще и попробовал заархивировать какой-нибудь zip и он тогда станет весить меньше но при этом он как бы смотрит на то что файл будет весить меньше но не задумывается над тем что вот этот вот заархивированный zip потом придется еще разархивировать в браузере и на это должен потратиться какое-то время то есть по поводу перформанса нужно быть очень аккуратными и полностью не обращать внимания точно так с умом подходить к тому что он вам советует вторая вещь которую мы постоянно пишем почти всегда это используйте современные форматы изображений я купил это для себя просто в поддержку WP у меня там учащийся в это какую-нибудь коробку делает поэтому я просто настроил себе чтобы у меня все мои изображения теперь конвертились в WP сразу же там как-нибудь немножко сжимались и написал какой-то маленький миксинчик который при устатке изображения сразу же вставляет еще и WP туда вот примерно как-то так выглядит там пример использования используйте правильные форматы для медиа тут на самом деле все объясняется в одной картинке оптимизируйте медиа оптимизируйте медиа я не буду говорить о том что вы нажимаете картинки и вот это вот все я хочу сказать только обратную вещь если вы вдруг признали кто-то пользовался этим ресурсом это короче штуковина которая помогает вам оптимизировать видео и аудио файлы то есть если как выжимать картинки мы все знаем либо там в фотошопе либо в какой-нибудь консольной утилитке запустили какой-нибудь sqbo dsd png квант или что там куча разных для изображений то что делать с видео как правило остается загадкой в общем-то загубляйте вот эту штуковину там очень большая документация там как с ней работать я для себя вывел вот такую ну почти простейшую строку в консоли что она делает мы указываем ей файл который нам нужно как-то подправить прописываем всю вот эту вот магию и в конце мы проговорим просто новое имя файла которое должно получиться в итоге там есть куча разных настроек под любые современные кодеки может там A1 WPM какой-то да по-моему есть еще один в общем вы тут их все указываете потому что документация прошеписная и в итоге получаете классный маленький видос который практически не теряет в качестве что там еще часто на что чаще всего еще ругается на то что у нас есть какой-то практический css и на то что у нас там весь css кусок css загрузится в ненужный момент или даже блокирует вообще отрисовку в общем-то с этим тоже можно работать у нас после меня был следующий доклад про перфоманс я на этом сильно не останавливаюсь но что можете сделать можете почитать вот эту статью по-моему css live очень классная и года два назад на веб-стандартах в Киеве Денис во второй день рассказывал очень классный доклад о том как они столкнулись с большей огромной проблемой с css у них там был какой-то староверный магазин там был очень старый и им пришлось пытаться выкидывать кучу стилей в общем посмотрите там вам рассказывают про один очень классный инструмент управляйте загрузкой внешних ресурсов тут на самом деле опять же ссылка на статью где можно просто почитать о том как поменяв местами на подключение определенных css и gs файлов можно добиться ускорения вашей производительности и самое главное это помните о конечном результате то о чем мы говорили о том что всегда зайдите и посмотрите что вам пришло в вашем html и в вашем css не забивайте на это и не только речь об этом еще и о том что когда вы что-то как в фронтенче сделали отдали нам бэкенчику что как-то с этим поработает тоже всегда зайдите и проверьте почему потому что мы пока у себя локально работаем все хорошо потом мы выказываем это дело наоборот туда добавляется Google аналитика какие-нибудь дополнительные плагины оно все начинает жрать больше памяти забирает наше время на загрузку и отрисовку поэтому всегда можно как уже выкатили нужно еще раз пересмотреть потому что там по любому придется что-то еще доправлять и вот в принципе выполнив все какие-то действия у меня получилось выпить перформанс сотку но на самом деле это неправда помните что я говорил в начале о том что он сравнивает с другими сайтами я поднял этот сайт локальный и выключил интернет ему не с кем было сравнить он знал он знал только про мой сайт и поэтому у меня получилось 500 но на самом деле там как бы поднялось с 86 поднялся до 94 много кусок не было поэтому просто нормальный лайфхак если там нужно что-то там быстренько зарекорничать типа у нас отличный перформанс выключите интернет по поводу доступности тут на самом деле очень простые рекомендации самая главная рекомендация это разделить серия то есть вам не нужно запариваться и учить все аррии атрибуты узнать как каждый что из них обозначает как их правильно использовать в связке но зайти просто прочитать о том что у тебя тут проблема серия и в каком-то там моменте ты что-то не дописал оно занимает времени буквально там пару минут потом загуглить никакого аэрия не хватает и все в данном случае вот ребят самый обычный слайдер и на слайдер не было какого-то там обозначения аэрии атрибута я его просто зашел добавил все все стало отлично моим пользователям уже удобнее пользоваться этим сайтом если там будет выключаться какой-то экранной читалки лейтхаус не ругается соответственно оценка по accessibility выше сайт анонжируется лучше по поводу того что там очень много момент о взаимодействии с другими членами команды тут вот вопрос и о accessibility и это время на взаимодействии вот дизайнер написал вот такие вот ссылочки читать так я не знаю как сейчас тут видно хорошо пока солнце не светит но на самом деле когда ты сидишь где-нибудь на солнцем на лавочке с телефона вот эту вот кнопку вот эту ссылку практически не видно что с этим можно сделать в google по-моему где-то версии 3 назад в google chrome появилась такая штука вы когда нажимаете на значок цвета была себе такая штуковина и тут есть вот такая панелька которая описывает контрастность вашего цвета и в хорошем случае есть несколько стандартов доступности это AA и AAA они соответственно контрастность должна быть минимум 4.5 для более такого тяжелого формата доступности должно быть минимум 7 когда вы на нее разверняете у вас на палитре появятся 3 линии каждая из которых расстояние между площадь место между двумя линиями это формат AA все это это уже более так разные варианты что здесь нужно сделать здесь просто нужно прийти к дизайнеру показать ему что этот чувак у нас не проходит тесты аудит по доступности из-за того что у нас неконтрастная цена нашему пользователю это будет неудобно увидеть он не сможет в нужный момент нажать на эту ссылку мы соответственно не заработаем денег и просто открой Chrome посиди поковыряйся мне больше нравится и скинь мне просто этот цвет помимо всего этого у нас у всех элементов у всех интерактивных элементов должно быть текстовое описание это самая обычная иконка соцсетей фейсбука и вот как понять что это иконка фейсбука если ты если там просто какой-то иконочный шлифт а он на тебя не прогрузился у тебя квадратик или ты там в принципе не видишь интерфейс если ты зашелся к экранной читалке окей экранная читалка может зачитать то что она зачитает нам ссылку но это хорошо что у нас ссылка в таком формате если бы ссылку зашили какой-нибудь URL в таком формате и непонятный символ последовательность буквы либо же реально шести подгрузились самый простой вариант это просто взять ну не самый простой один из вариантов это взять и создать какой-нибудь класс visual hidden который скрывает этот тег делает это невидимым но при этом он доступен его можно прочитать он реально существует но пользователь его не увидит но экранная читалка его зачитает спокойно либо же а ну еще вариант я тут не указал можно для ссылок в таких случаях указывать attribute title чтобы опять же если там не подгрузились то вы просто навели я бы там написала вам что чувак это ссылка точнее это там на facebook это вот пример visual hidden но более простой вариант чтобы не хранить дополнительный элемент это просто использовать area атрибуты указали что это такое все ваш аудит пройдет отлично ну и конечно же ваш html должен быть валиден у вас не должно быть в списках дочерними элементами не должны лежать в параграфе все элементы должны закрываться и прочее соответственно accessibility получилось буквально тем что я поднял контрастность добавил area атрибуты спаны и все моя цена доступности достаточно сильно выросла ну и лучшие практики там на самом деле оказываются такие некоторые местами капитанские вещи но я предлагаю вам об этом уже разобраться самим поскольку я в очень много времени преподаю то я не мог обойтись без этого и это остается вам на дом ну и в конце что бы я хотел добавить это то что помните про такие три заповеди разработчика что вы должны сделать вы должны сделать счастливым дизайнером потому что он помотал что-то вы будете добры сделать так чтобы он был счастлив увидел то что хотел либо же вы намекнули на то что он должен хотеть увидеть сделайте счастливым программиста ну в данном случае например какой-нибудь и следующего человека который будет работать с вашим скотом скорее всего это будете вы через две недели месяца полгода это цитата не моя это Нюра Артюр придумал я ее с кому не сделал ну и последнее делайте то что приносит кайф это слоненок по-моему где-то в Таиланде и это слоненок который впервые увидел море и там где-то это было несколько лет назад там был целый репортаж что этот слоненок первым окупался прыгал в эту суберную воду кувыркался на песке мокрый в общем было неимоверно кайфово и я хочу чтобы вы тоже также во время своей работы продолжали заниматься и делать то что до чего будете кайфовать у меня в принципе все спасибо за внимание вопросы советы А можно микрофон? А можно микрофон? Сказал я это сам могу если я не понял что это было плохо извини поднимите еще раз это моя вечная проблема кондицировать с девушками я вечный фейлис спасибо за доклад хотелось просто уточнить один момент который вызвал внутреннее возмущение то что фондент разработчик может ревьюить бэкэмер разработчика понял смотри тут в чем проблема для нас это не ревьюинг кода и сказать что ты сделал плохой код или что ты неправильно использовал это больше на подсознательном уровне когда ты точно знаешь что кто-то будет смотреть твой код ты стараешься сделать лучше ну и плюс у нас как бы еще есть такой небольшой момент у нас продуктовая разработка поэтому нам желательно чтобы каждый участник команды знал что происходит вот только из-за этого спасибо да спасибо за доклад хотел бы поинтересоваться о при реквизите на каких технологиях вы проверяли свой сайт что у нас написано то есть поддерживает Lighthouse 2 приложения с клиентским Client Site Rendering или только SSR с сайтмапом потому что последние мои тесты именно с клиентским ну CSR фейлились ну то есть он не объективную картину вообще давал когда там динамическая подгрузка чанка панла клиентский роутинг нет сайтмапа и подобные вещи насколько то есть он ну смотри мы вот буквально вчера прогоняли у себя на проекте вроде все было нормально нормально возможности ты где проверял в хроме да в хроме возможности там хром добавлен да последняя версия там 67 может вот Lighthouse в хроме немножко отстает от Lighthouse в консоли а то есть ну а на чем у вас написано наш сайт сайтмапа смотри там фреймверк давай так там есть несколько современных фреймверков одновременно вот так скажу окей мне вчера дали ему очень жесткую инструкцию пробили по рукам ага ладно хорошо спасибо а если мы тебя получим как на плейд ты нам расскажешь тебе покажешь ты нам секреты твоей крошлой я подумаю вот так спасибо первое первое антификация ну как Lighthouse будет образоваться если у вас первая антификация не дали зло рожде вот и второе как он анализует Есть какие-то вещи, люди с умеженными завистьями, дельтонизм, шейковские проблемы. Смотри, по поводу первого вопроса, я тебе не отвечу, честно, не знаю. А вот по поводу доступности, как он это изнутри делает? Да, и дельтонизм тоже разный бывает. Смотри, он не дает ответы. Я могу объяснить, просто выраховываю контраст по певным фильтрам. То есть он это тоже правил. У меня еще вопрос. Фактически Lighthouse анализует те, что попадает, как HTML, CSS, межзадер, понимаешь, что это зачипает JavaScript глубже. А вы просто будете создавать HTML или что-то для анализа? Можно еще как-то назвать? А, это вот этот тип, который смотрит, может как-то, описывает органитмы, как оно что работает. Это фотоанализ, да? Нет, не используем, но опять же Lighthouse, он буквально для того, чтобы просто посмотреть, что он приедет пользователь, и как он с этим работает. Ну, то есть с чем он будет непосредственно сталкиваться пользователь. То есть как по поводу, в принципе, в некоторой степени я не буду накрывать вот так, как написано у тебя JavaScript. Что там внутри. Но вот для внутреннего, ну, как бы, чисто для себя понимать, что там есть, как у тебя, насколько плохо все написано или хорошо, да, конечно, было бы неплохо, чтобы использовать, но пока еще не в игре, да? И еще такие питания. Я бачу там в прикладах, ну, точно был адрес сайта, который лично доступен. Он нормально по твоим злоком кастом? Да. Если на локом касте запускать, все будет. Ну, то есть здесь не просто есть консоли. То есть... Сейчас. Где оно было? Тут указывался этот вариант, потому что это был у нас на CI для... полу-реквестов, короче, если просто у тебя там запускаешь его из... Где-то есть. Вот таким вот образом спокойно можно указывать на локом касту. Так? Да. Дякую. Спасибо за доклад. Вопросик про кросс-ревью. Все-таки все разработчики имеют свое мнение, и зачастую есть, у разных взглядов, есть больше, чем адрес про это решение. Мне просто интересно, когда вы заканчиваете, как вы говорили, есть, вот когда хватит холивай. Просто вот у нас начинаются полу-реквесты, там хватает потом. Обсуждение. То есть, кто принимает решение все-таки, когда никто все-таки думает о том, какого-то очередного команды. Смотри, у нас, на самом деле, просто мы сходимся перед монитором, да? И человек, который это сделал, объясняет, почему сделано именно так. Другие люди объясняют, почему им это не нравится. За этим всем следит какой-нибудь техник, и в процессе такого диалога все приходит к консенсусу. На самом деле, каких-то супертехник у нас еще такого для этого дня. Еще вопросы?